В Алма-Аты началась первая в Центральной Азии не-конференция интернет-евангелистов Jesus Barcamp 2011. Делегаты из разных стран ближнего зарубежья собрались в церкви «Новая жизнь» говорить о присутствии христиан на просторах такого уже мирового средства массовой коммуникации, как интернет. Итак, конференция открылась. Собралось множество людей, желающих служить Евангелем через интернет. Интернет – это потрясающая возможность, это потрясающий шанс для проповеди Евангелия. И я радуюсь, что так много людей здесь у нас в Алма-Ате, и съехалось много гостей, которые желают проповедовать благую вещь через интернет. На сегодняшний день рынок интернет-пользователей в Казахстане увеличивается, и за последний год он увеличится в два раза. Об этом говорят официальные источники. При этом не все еще до конца разобрались, как можно донести послание в сети. И вот именно эти цели и задачи решает наша конференция. Мы специально пригласили достаточно авторитетных спикеров из разных стран СНГ, которые за последние три года активно пропагандируют Евангелие в интернете и обучают, соответственно, многих юзеров на территории своих стран. Поэтому это, я считаю, уникальная возможность для тех, кто хочет познать что-то новое. Ну и мы надеемся все-таки, что наша деятельность, она посеет какое-то знание, которое в дальнейшем принесет плоды. Главными организаторами данного международного баркэмпа выступили первый христианский телеканал СНЛ, Ассоциация IT-евангелистов и Церковь «Новая жизнь» города Алматы. Открыл конференцию президент телеканала СНЛ Максим Максимов. Он отметил две важные вещи. Первое – это нести Евангелие как в реальном, так и в виртуальном мире. Второе – все делать как можно лучше. Может ли сегодня интернет быть местом, платформой для церкви, для тебя, достижений у людей? Конечно же может. Но это станет только в том случае, если вначале ты станешь той платформой, через которую течет Божье Слово. Последующие служения проходили одновременно в четырех залах, где своими секретами успешного опыта делились эффективные служители в интернете – Никола Малуха, Павел Левушкан, Денис Марков и многие другие специалисты. О проведении христианского баркэмпа в Казахстане говорил Павел Левушкан. Здесь мы пытаемся людям дать первый толчок, дать им базовые знания для того, чтобы они могли, используя простейшие средства, предлагающие, которые современный интернет предлагает, начать эффективное служение. Без денег, но имея только желание спасать мир. Общую характеристику развития интернета в Казахстане дал Виктор Елисеев. Если раньше для того, чтобы спозиционировать себя в медиаиндустрии, в шоу-бизнесе, нужны были какие-то большие инвестиции, то с приходом интернета, в том числе и в Казахстан, такая возможность дается персонально, и все зависит от ваших талантов и идей. Говоря об общении в социальных сетях, Дмитрий Лебединский рассказал участникам баркэмпа о рациональности и создании сайтов для неверующих в Иисуса Христа людей. Павел Левушкан поведал о минимализме в христианском служении. Как говорится, будь проще, и к тебе люди потянутся. Основная мысль его учения – простота в подаче информации. Я увидел какие-то ошибки, какие-то минусы, увидел новые какие-то идеи, и я думаю, что я уже наметил какие-то моменты, где нужно исправить, изменить. Как использовать блоги в продвижении информации для общения и для разрешения общих социальных вопросов, говорил Никола Малуха. Мы перешли из индустриального века в информационный век, и сейчас всё очень быстро двигается благодаря информации. Как говорят японцы, кто владеет информацией, кто владеет всем миром. И хотелось бы узнать, как действительно эффективнее можно проповедовать об Иисусе через средства массовой информации, через интернет. Среди делегатов неконференций интернет-евангелистов много молодых людей, которые многому желают научиться в эти дни и затем применить полученные знания на практике. Впереди участников баркемпа ждёт благословенное время обмены опытом и знаниями между профессионалами и новичками, а также живые дискуссии на различные темы, касающиеся Евангелия и интернета. Специально для телеканала СНЛ Ольга Щепеткова, Оксана Галко, Олег Губанов, Ербулат Тапишев, Алматы, Казахстан.